Необычная акция протеста против уничтожения деревьев прошла на французском бульваре. Возмущенные действиями команды Геннадия Труханова молодые активисты партии Демократический Альянс взялись защищать права одесситов с ломом и кувалдой. От словесных протестов одесситы перешли к делу. В борьбе с мэрией тяжелый лом оказался лучшим орудием. Просьбы и убеждения не помогают. Если власть вредит горожанам, они вынуждены защищаться. Когда-то французский бульвар был самой зеленой улицей. Здесь деревья росли в 4 ряда. Если посмотреть, что от этого осталось сейчас, то тут в лучшем случае половину тех деревьев, которые росли во втором ряду, и практически уничтожены все деревья из первого ряда. И наша цель сегодня это вскрыть те лунки, которые были заасфальтированы, для того, чтобы можно было посадить туда новые деревья. 135 деревьев засохло на французском бульваре этим летом. Общественники возлагают вину на городскую администрацию. По ее указанию, Зелентрест провел так называемую подрезку. Точнее, покалечил здоровые деревья. В жаркую погоду они не смогли восстановить крону и погибли. Вопреки протестам горожан, мэрия вынашивает планы расширения французского бульвара. Несмотря на то, что эта территория имеет охранный статус исторического ареала и по генеральному плану, трогать бульвар нельзя. На прошлой весенней посадке люди вышли и сажали деревья, и им указали всего лишь 35 посадочных мест для этих деревьев. Когда я, просто пройдясь по бульвару, насчитала еще 80 мест, 3 километра протяженность французского бульвара. Все деревья будут посчитаны, кроме деревьев будут посчитаны еще потенциальные места засадки. Подвиги Зелентреста уничтожением деревьев не ограничились. 13 октября его специалисты взялись корчевать пни. Не так, как положено, когда сердцевину высверливают и потом спиливают края, а на скорую руку экскаватором. В торопях порвали высоковольтный кабель, подающий электроэнергию на киностудию и в окружающие дома. По предварительным подсчетам, ремонт может стоить несколько сотен тысяч гривен. Сотрудники киностудии написали заявление в милицию. Блюстители закона пока молчат. Уничтожение французского бульвара чиновниками из Думской площади продолжается. И потому вполне понятна логика участников акции. Надо все делать самим. Доверять команде Труханова значит помогать разрушению Одессы. Еще как минимум 4 года. Активисты предлагают одесситам последовать их примеру. Взять ломики и подготовить французский бульвар к посадке деревьев. Потом может быть поздно. Проводится сбор подписей под обращением к городскому голове с требованием полностью восстановить зеленую зону на бульваре. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУ.